приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 4 июня чудесный день всего одно действие в доме и вы избавитесь от денежных проблем сегодняшнем видео все узнаете 4 июня нас ждет достаточно спокойный день предназначены для обретения мудрости и внутренней гармонии проходящая под управлением 27 фона суток он принесет удачу сил кто направляет свою энергию на самопознание и изучение окружающего мира стремиться к знаниям и сохраняя эту внутреннюю чистоту сегодня нельзя допускать уныние мрачного настроения а также погружаться в рутину переживать и зацикливаться на сложностях иначе вы вряд ли сумеете справиться с ними ближайшем будущем вона находящаяся в обители тельца поможет вам поддерживать позитивный настрой и избегать уныния свойственно этому знаку тяга комфорту поможет вам сохранить беззаботность хорошее настроение и находить позитивные моменты в любых трудностях однако избегать излишнего прагматизма скептического отношения к жизни и расчетливости в поступках усиливающийся благодаря влиянию двадцать седьмых лунных суток интуиция поможет вам избежать ошибочных действий поэтому не игнорируйте свой внутренний голос при решении сложных вопросов чтобы день прошел спокойно комфортно следите за своим эмоциональным фоном не допускайте перепадов настроения мрачных мыслей и тоски сегодня особенно важно принимать мир таким какой он есть находя позитивные моменты даже в сложностях это наиболее оптимальное время для саморазвития на духовных практик поиска себя проанализируйте свои жизненные цели и приоритеты подумайте над тем каких качеств вам не хватает для достижения задуманного и каким способом вы можете их достичь в целом это неплохое время для работы со всеми видами информации получения новых навыков и знаний сегодня возможно озарение неожиданной идеи которые помогут вам найти нестандартное решение имеющихся трудностей по новому взглянуть и на имеющиеся обстоятельства однако не тратьте силы на мелкие бытовые сложности и неурядицы а также избегайте бессмысленного и бесполезного времяпровождения не участвуйте в обсуждении сплетен ограничьте себя от контакта с неприятными людьми вы нас советует этот вторник является неплохим временем для решения задач связанных с бизнесом при должном усердии вы сумеете достичь успеха в новых начинаниях особенно если они связаны с творчеством день будет богат на различные идеи воплотив которые вы сумеете достичь грандиозных успехов кроме того сегодня вы получите шанс найти выгодное решение для задач над которыми работаете уже длительное время энергии дня могут стать причиной перепадов настроения вспыльчивости взаимных претензий поэтому количество деловых контактов рекомендуется ограничить избегайте бесполезных разговоров оградите себя от людей и не выполняющих свои обязательства отдайте предпочтение общения с единомышленниками и наставниками не откладывайте встречи если речь идет о стратегических партнерах финансовую активность эти сутки нежелательно чтобы избежать неудач откажитесь от любых трата за исключением благотворительности и спонсорской помощи а также бескорыстной помощи окружающим такие действия привлекут к вам успех а средства потрачены на благо обязательно вернуться к вам самом ближайшем будущем день идеально подходит для заботы о семье посетите косметический салон приведите в порядок кожу пройдите комплекс очищающих и увлажняющих процедур также сегодня отличное время для смены имиджа перемена повысит вашу самооценку и добавит уверенности в семье романтическое свидание назначено на 27 ивы на сутки подарит вам массу позитивных впечатлений но только в том случае если она не является первым начинать новые отношения в этот день не рекомендуется как и принимать серьезные решения относительно вашего совместного будущего если у вас нет второй половинки проведите часть дня с людьми которых считаете самыми близкими деяние одинаково хорош и для работы и для отдыха однако старайтесь избегать праздности и не перегружайте себя делами при выборе досуга прислушайтесь к своим желаниям и интуиции чтобы провести время с максимальной пользой при этом если ваша деятельность связана с нагрузками и оставляет после себя умственную или физическую усталость рекомендуется провести время как можно спокойнее чтобы дать возможность в вашем организме полностью восстановиться мистические энергии двадцать седьмых лунных суток усиливают интуицию пробуждать скрытые таланты и активируют родовые дары именно сегодня вы можете получить сокровенные знания открыть для себя новые перспективы кроме того это очень хорошее время для установки магических защит избавление от ссор и недопонимания с близкими избавляемся от финансовых трудностей этот ритуал поможет вам если причиной денежных неурядиц стала чья-либо зависть или вовсе намеренное пожелание неудач вам нужно сделать следующее достаточно просто подмести коридор своего дома при этом говорят такие слова мусор убираю добру места освобождаю чужой не возьму а свою сберегу что пришло назад возвращаю беды и несгоды создателям отсылаю истина сказать нужно один раз далее просто подметаем свой коридор именно подметать нужно к входной двери далее после этого когда вы подмели нужно протереть просто порог и сказать водится вода мою нищету забери дорогу денежкам ко мне отвори говорим один раз все если нет мира в семье случается так что в дружной счастливой семье на ровном месте начинают происходить ссоры конфликты а домочадцы раньше проводившие много свободного времени с близкими все реже приходит домой даже ночевать если вы оказались подобной ситуации проведите специальный обряд который поможет вернуть мир и гармонию изгнать всех сущностей и чужое злонамеренное колдастого для этого вам понадобятся горсти сухого чабреца и немного ладана светло время суток положите и то и другое в огнеупорную посуду предварительно застелив и дно подожгите спичкой и когда трава разгорится начнет ледь обойдите все помещения одновременно открывайте форточки или окна и проговаривайте не чистая сила прочь уходи этому дома не вреди спокойную жизнь не кради когда закончили дождитесь когда трава догорит а пепел смойте проточной водой помещение хорошо проветрите ритуал повторите следующие двое суток по возможности чтобы усилить его эффект защищаемся от врагов возьмите черную нить далее сделайте на ней три узла стараясь чтобы они были на равном расстоянии друг от друга в процессе скажите защиту от врага создаю его силы лишаю порву разметаю пламенем испепеляю развею прогоню все напасти назад пошлю быть посему говорим три раза нить повяжите на руку но так чтобы ее не было видно к примеру закройте браслетом или рукавом носите трое суток после чего разорвите и сожгите положив пепельницу когда нас горит полностью сдуйте оставшийся пепел в окно по народным приметам в этот день отмечают василиск именинники этого дня организованы решительно это определено те на кого можно положиться не ожидая подвоха несмотря на любознательность являются скорее консерваторами стремятся иметь порядок во всех областях жизни и тяжело принимать любые новшества в любовных отношениях постоянной и ищут единственного спутника жизни однако несмотря на внешнюю силу и предсказуемость являются подозрительными и ревнилыми что может создавать проблемы в их паре а их талисман опал 4 июня наши предки его называли страшным мистическим днем поскольку на него ожидали рождение ядовитой змеи чтобы запастись удачи на весь день еще не стал спасти ли предки прислушивались к птицам особенно ждали пение соловья прослушав которого можно было уйти от проблем и делах и разочарованиях женщины после этого умывались и шли на улицу походить босиком по утренней россии но особое внимание в этот день уделялось василькам символа святой чистоты и уважение в этот день наши предки использовали этот цветок магических целях если среди домашних или близких был человек который ведет себя грубо не тактично с другими то 4 июня готовили специальный чай брали василек измельчали смешивали с чайной заваркой пока чай настаивался говорили такие слова нижний ты цветок василек в поле живешь себя тихо ведешь научи и здесь нужно проговорить имя человека тишине и уважению чтобы попросту не грубил не кричал души зла не держал говорили один раз далее такой напиток давали грубияну за обедом чтобы он его выпил до дна сновидение в этот день пророческий и реализуется за довольно короткий срок и по традициям перед сном обязательно один раз повторяем такие слова вселенная всегда способствует моему благополучию вот говорим один раз и вы посмотрите что вашей жизни обязательно будет благополучием а